Первое путешествие Кесри вниз по Гангу вышло долгим, ибо на пути к военному городку в Барракпоре трехмачтовый пулвар останавливался у каждой пристани. Однако поездку отметили события, еще неизведанные в короткой жизни Кесри и оттого надолго засевшие в память. Именно тогда он познакомился с Хукам Сингхом, будущим своим зятем и мужем Дити. Они были почти ровесники, но племянник Бхиро Сингха уже пару лет отслужил в полку и сейчас командовал новобранцами, которых вместе с Кесри набралось шесть человек. Хукам Сингх, рослый здоровяк, любил задирать тех, кто слабее, но Кесри, не уступавший ему ни сложением, ни силой, не был с ним так почтителен, как другие рекруты. Хукам Сингху, уже привыкшему командовать молодыми, это, разумеется, не нравилось. Он быстро понял, что парня не запугать и сменил тактику, оскорблял, ехидничал, высмеивал смуглость Кесри и постоянно напоминал, что тот покинул дом без гроша в кармане и едет на одолженные деньги. Причем не всегда в лицо. Кесри прознал, что в тихомолку подвергаются сомнению его происхождение и родословное, а также распускаются слухи, будто родные просто выгнали его из дома. Первое время Кесри, закусив губу, не отвечал на провокации, но Хукам Сингх пошел дальше. Однажды бросил на палубу грязные ланготу и жилетку и велел Кесри их как следует постирать. Тому ничего не осталось, как встать в позу. Он дернул плечом и отвернулся, чем ужасно разозлил оппонента. «Не слышал, что ли? Давай, принимайся!» «А то что? Доложу Хавельдару, моему дяде. Валяй! Ну, смотри!» Хукам Сингх побежал разыскивать дядю, и вскоре новобранцам приказали построиться на баке, где обычно Хавельдар проводил свои дни, наслаждаясь свежим ветерком. Сейчас он возлежал на Черпое и покуривал кальян, глядя на медленно проплывавшие берега. Хавельдар поманил к себе Кесри и велел сесть перед ним на корточки, после чего надолго замолчал, сосредоточившись на кальяне. Вскоре у Кесри заломило затекшие ноги. «Эхам, косунатани!» — наконец промолвил Бхирусингх. «Что это мне доносят? Дескать, ты слишком много о себе понимаешь». Кесри промолчал, но от него и не ждали ответа. «Конечно, мне следовало учесть», — продолжил Хавельдар, «что парень, вопреки воле отца, убежавший с чужаками, не что иное, как пиздюк и засранец». Неожиданно он вскинул руку и ударил Кесри по лицу. «Хавельдар был гораздо массивнее и мощнее, и Кесри, в общем-то, еще малец, а топлеухи опрокинулся навзничь. В голове звенело, в нос шибануло запахом крови. Кесри провел ладонью по лицу и увидел кровавый след. Бхирусингх ударил его рукой, в которой был зажат мунштук кальяна, разодравший ему щеку. Прежний опыт борцовских схваток к такому не подготовил». Вновь раздался голос Хавельдара. «Пора тебе усвоить главное правило солдатской службы — подчинение приказу». Кесри так и лежал на палубе. Приподняв голову, он увидел высевшегося над ним Бхирусингха. Хавельдар занес ногу и наградил его пинком, от которого он покатился по доскам палубы. Поддернув тхоти, Бхирусингх шел следом, угощая новыми пинками и стараясь отращенным ногтем большого пальца угодить точно между ягодиц, прикрытых тонкой тканью ланготы. Потом Кесри отер глаза и медленно встал на четвереньки. Испуганные новобранцы сбились в кучу, переводя взгляды с него на Хавельдара, который в одной руке сжимал окровавленный мундштук, а другой, нырнувший под тхоти, почесывал в паху. Кесри понял, что экзекуция — своего рода представление, устроенное для всех рекрутов, которые должны осознать, причинить боль и унизить Хавельдару одно удовольствие. Пхиру Синг бросил мундштук на палубу. Иди-ка отмой с него свою юшку и запомни, это была лишь первая доза лекарства. Не поможет усилим лечения. Врачевание оставило синяки на теле Кесри, однако он одержал маленькую победу, замеченную всеми рекрутами. Приказа на стирку чужого исподнего не последовала, и Хукам Синг не осмелился напомнить дяде свою исходную жалобу. Кесри сделал вывод, что Хавельдар не особо чтит племянника, а тот боится родича, но отчаянно пытается ему подражать. Вот на этой-то вредоносной почве и произрастали его кичливости злоба. После того случая отношение молодого начальника к Кесри слегка изменилось. Теперь он воздерживался от ядовитых шпилек и, похоже, понял, что рекрут не примирится с положением слуги. Иногда он даже как будто признавал, что Кесри, пожалуй, годен к солдатской службе более остальных новобранцев. Близился конец путешествия, и рекрутам не терпелось узнать, что за жизнь их ожидает. Особенно их интересовал вопрос варди, военной формы. К безмерному огорчению новобранцев сопровождающие Сипаи ехали в цивильном. Никто из них ни разу не облачился в военный наряд. Наконец, Хукам Сингх уступил настойчивым просьбам, согласившись показать свою форму, но категорически отказался ради чьей-то прихоти выступать в роли обряженной куклы. Если юнцы так желают показа, пусть кто-нибудь из них станет портняжным манекеном. Вопреки первоначальному порыву добровольцев не нашлось. Нужной статью обладал только Кесри, но ввиду натянутых отношений с начальником он тоже не вышел из строя. В результате Хукам Сингх сам его вызвал и приказал снять тхоти и джаму. Кесри разоблачился, и начальник, кивнув на его ланготу, прикрывавшую чресло, сказал, что ее, как и тхоти, и нательную рубаху унга можно носить только вне службы, но никак не с формой. Англичане требовали, чтобы солдаты надевали подштаники до колен, известные как Джанги. Если на осмотре ты окажешься в ланготе, огребешь неприятности. — Почему? — удивились рекруты. — Кто его знает? Такая вот блажь. Затем Хукам Сингх принес свой ранец, к верху которого была приторочена шаровидная медная фляга. — По уставу, — сказал он, — сия посудина должна вмещать ровно один сир жидкости и быть укомплектована веревкой, дабы при необходимости черпать воду из колодца. Солдат не расстается с флягой никогда, даже в бою, а потеряет — мало не покажется. Офицеров хлебом не корми, только дай на параде полюбоваться рядами фляг, сверкающих под солнцем. На осмотре снаряжения первым делом проверяют фляги. Если они плохо вычищены, щедро сыплются штрафные наряды. В следующую пару минут рекруты завороженно следили за диковинными предметами, появлявшимися из ранца, железной сковородой для приготовления лепешек, шесть на три фута циновкой для ночлега, белой глиной для чистки кожаных ремней и сапог, покрывалом для утепления ночью. К снаряжению с полной выкладкой весом в половину маунда, то бишь почти пятьдесят фунтов, привыкнешь не сразу, сказал Хукам Синг. Затем появилась аккуратно сложенная форма. Рейтузы. Их надевали поверх джанги. Эта деталь одежда озадачила рекрутов. Она смахивала на штаны, только без завязок. Кесри не представлял, как можно влезть в нечто столь узкое в поясе. Хукам Синг показал застежку на боку, но и тогда Кесри с трудом втиснулся в это странное облачение. Еще никогда он не надевал ничего столь облегающего и, оглядев себя, не узнал собственных ног, которые будто стали длиннее и мускулистее. Рекруты смотрели во все глаза, потом один спросил, «А как быть, если надо помочиться, все с себя снимать?» «Нет». Хукам Синг показал, как откинуть передний клапан, застегивающийся на две пуговицы. Однако приспособление это не выглядело полезным. Кесри безуспешно попытался согнуть ноги в коленях. «И все равно я не смогу сесть на корточки». «В рейтозах это не получится», сказал Хукам Синг. «Надо отливать стоя, что ли», вытаращились рекруты. «Поначалу это трудно. Ничего, привыкните». Из ранца появилась следующая деталь экипировки. Манишка с завязками, похожими на те, которыми крепились дхоти. Следом ярко полыхнула алая тужурка. «Это Курти», пояснил Хукам Синг, помогая Кесри попасть в рукава. «У англичан точно такой же красный мундир, который они прозвали «обдергайкой».» Когда полы тужурки стянули кожаной шнуровкой, Кесри почувствовал, как стало трудно дышать. Опустив взгляд, на груди он увидел три поперечные нашивки и два продольных ряда сияющих пуговиц. «Они золотые?» спросил Кесри. «Нет, медные, но все равно дорогие. Потеряешь пуговицу, из жалования вычтут восемь ана». «Восемь ана!» Выходят пуговицы дороже любой одежки из гардероба Кесри. Однако цена их не казалась чрезмерной, будь они даже из чистого золота, вряд ли сияли бы ярче и красивее. Горловина тужурки застегивалась еще одной шнуровкой, но прежде чем ее затянуть, Хукам Сингх надел на Кесри шейный платок, яркостью не уступавший жесткому стоячему воротнику с золотистым голуном. «Платок тоже казенный. Офицеры требуют, чтобы мы его носили. Потеряешь, лишишься двухнедельного жалования». Застегнутый воротник ощущался ермом, а с кушаком камар-банх, затянутым на поясе. Кесри вовсе почувствовал себя курицей, обвязанной для готовки. Он с трудом поворачивал голову, а воротник, подпиравший подбородок, мешал говорить, «Да как же воевать-то в этой упаковке?» Скинув голову, Хукам Сингх продемонстрировал стойку по команде смирно. «В форме ты должен выглядеть браво!» «Взгляд в небо, грудь колесом!» Приосанившись, Кесри покосился на свои плечи, украшенные желтыми крылышками, и вдруг почувствовал себя небывалым орлом-молодцом. Вот только на голове его красовалась всегдашняя бандана, укрывавшая скрученные жгутом волосы. Хукам Сингх ее сдернул, и волосы рассыпались по плечам. «Придется остричься!» «Офицеры не позволят прятать космы под кивером!» Из отдельного мешка он достал обтянутую черной блестящей тканью продолговатую шапку высотой в два фута. Под ее весом подбородок ушел в воротник, и Кесри чуть не задохнулся. Казалось, голова придавлена грудой камней. Хукам Сингх рассмеялся, видя растерянность новобранца. Он снял с него кивер и показал медный каркас под тканевой обшивкой. «Носить тяжело, но в бою скажешь спасибо. Он защитит твою голову». По очереди примерив кивер, рекруты не проронили ни слова. Тяжеленная штуковина наглядно уведомила, насколько их новая жизнь будет отлично от прежней. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...